Стадион на улице Семашко. Время около пяти часов вечера. Весеннее солнце вновь начинает греть. Почти плюс 20, как раньше. Болельщики Белшины выходят из автобуса и готовятся расположиться на секторе. Их будет слышно весь матч. Еще в прошлом сезоне обе команды бороздили просторы высшего дивизиона, но шторцор, что Белшина, стали фигурантами известной истории и теперь обитают в первой лиге. Однако дела у студентов и шинников складываются по-разному. Бобруйчане быстро ликвидировали минус, а вот студенты пока барахтаются. Новая команда. Необходимо несколько официальных матчей для того, чтобы сыграться. В этом, наверное, основная причина. Но постепенно наши нападающие, можно сказать, сегодня вышли на аванс сцену и забили три гола, с чем мы очень рады. Алексей Меркулов под мотивирующую музыку отправляется на скамейку. Сосредоточенно. Матч с Белшиной не тот момент, когда можно надеяться на исправление ситуации. Однако для студентов с самого начала все складывается отлично. Бакаев выскочил один на один и оформил первый гол в сезоне. И для себя, и для команды. Первая лига, она такая, можно сказать, непредсказуемая. Много кто очки теряет уже из лидеров, кто будет решать задачи. Мы, слава богу, прошли без потерь. Это может где-то психологически нам легче. Но, опять же, видите, бывают какие игры, что и ничего не помогает. Как бы только собственная работа над самим собой, над командными действиями. Резервный арбитр стал для Михаила Мартиновича чем-то вроде психолога. Коуч Белшины вываливал на него все свои претензии. А мы помним, каким эмоциональным он был в славе. Хотя после такого нервы и правда будут не к черту. В ворота шинников залетало все, что попадало в створ. 2-0. Я говорю, футбол, в принципе, такая игра. Наверное, за это она и любят миллионы. Что не всегда та команда, которая сильнее, которая владеет ситуацией, владеет инициативой, создаёт их моменты, проигрывает. Поэтому очень жаль, конечно, что в таком матче мы потеряли очки. Даже не набрали ни одного, потому что моментов было для этого предостаточно. И тут душа поэта и правда не выдержала. Мартинович получил красную и отправился смотреть матч с трибуны. С удалением спорить не стал. Гости получили шанс отыграться. Пенальти в конце первого тайма уверенно реализовал капитан Бальбух. А вот с игры у Белшины получалось плохо. Моменты создавали, но вот попадать по воротам не выходило. Я, в принципе, уже давно не эмоциональный такой, но момент был. Я просто спросил, вроде в спокойной форме, может быть, что-то вырвалось у меня. Не знаю, что-то было. Раз удалили, значит, по делу. Просто не повезло. Ну, потом пытались исправить положение. Штанги, я не знаю, сколько раз мы попали. Раз пять, наверное. Три раза по линии мяч катался. Ну, бывает, ничего страшного. Такие игры надо пережить, иначе мы будем сильнее. Мартинович после перерыва только приобрел в обзоре. И его команда на второй тайм вновь выходит окрыленной. То, что показывала Белшина, это точно уровень высшей лиги. Ну, кроме реализации. Тут в большей степени, я говорю, надо работать на своей реализации. Просто, я говорю, моментов очень много создано было. Забивай, и можно было бы выигрывать и семь-четыре, ой, семь-три, там, и, может быть, и больше. Но настраиваем ребят, у нас стоит задача, вы прекрасно знаете это. И здесь нет никаких сантиметров. Тут, наоборот, надо работать. И сегодня, говорю, это осечка. И к своей цели бобруйчане идут уверенно. Минус растаял быстро. Еще пару туров, и шинники нагонят лидеров. В игре со студентами, наверное, все, что могло случиться плохое, случилось. Чуль забивает третий в контратаке. Занавес. Мы играли против хорошей команды. На мой взгляд, один из претендентов на выход в высшую лигу. Поэтому, ну, соперники были достойны друг друга. Поэтому в таких играх, конечно, они получаются нервными, напряженными. Но тем лучше для зрителей. Гостевой сектор переживал даже больше, чем футболисты на поле. Белшина должна была забивать как минимум три. Но отличиться удалось лишь с очередного пенальти. А вот этот момент на 90-й минуте должен был бобруйчан спасти. Но это футбол. Был бы гол, наверное, спрыгнул бы с этого парапета на радость. А так гола нет, естественно, расстроены. Но, опять же, стоит поблагодарить ребят за эту игру, за это зрелище, которое сегодня подарили болельщикам. Я думаю, матч понравился всем. Постараемся в том же ключе и продолжать. Рцор забивает первые голы и одерживает дебютную победу в чемпионате. Новая команда студентов только строится. И, учитывая отставание от лидеров, побороться за выход в элиту будет очень трудно. Главное – эту игру наладить. Будет игра, будет результат. Поэтому и прошлые матчи, и сегодняшние показали, на мой взгляд, достаточно неплохую игру. Поэтому будем надеяться, что будем прогрессировать.